Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснулина. Он обозначил вопросы, которые необходимо решить до конца года в строительной отрасли ЖКХ и дорожного хозяйства. В Карачаево-Черкесии ведется плановая работа, а рисков по срывам запланированных графиков выполнения работ нет. Еще одно поручение вице-премьера касалось необходимости заключить соглашение регионов и федеральных ведомств о совместной реализации государственных программ и финансировании объектов на 2023 год, отметил глава республики Рашид Тимрезов. Мы продолжаем серию репортажей о доблестных войнах Великой Отечественной войны. Сегодня мы вновь напомним о бессмертном подвиге во имя отчизны гвардейцы Мурати Карданове. Он родом из Звакожили. Своими воспоминаниями о Герое Советского Союза Мурате Асхадовиче поделились дочь и внук. С ними встретилась Альбина Ламкова. Звание Героя Советского Союза Мурату Карданову было присвоено за образцовое выполнение боевых заданий, мужество и героизм. Для домашних он был любящим папой и мужем, рассказывает дочь. Его поступки в повседневной жизни всегда впечатляли и служили примером для подражания детям. В 69 лет, вспоминает Людмила Муратовна, он направился за книгой о его жизни. Она была издана в Карелии, а также за атласом для внука. В общем, дома были сестра моя, Стасик Дерев. И вдруг видят, что привезли папу. Одна рука висела до земли. Вот просто на коже висела. Мурат Асхадович ни в какой не согласился ехать в больницу. Продолжала историю Людмила Муратовна. Рассказывала о причине несчастного случая. Говорит, дело было у светофора. На перекрестке двух дорог, когда на желтый цвет побежали дети. А автобус, игнорируя их, продолжил ход. Получилось так, что дети стали метаться. И вот папа, чтобы их оттолкнуть, взял удар на себя. Вот эти поступки его, а их много. Подобный взгляд на жизнь Мурата Карданова и стал его ступенью к званию Героя Советского Союза за проявленные успехи в бою. В Красную армию Мурата Асхадовича призвали в 1939 году. Сначала служил военным строителем. Потом направили в Иркутское кавалерийское училище, которое он окончил в 1942-м. После обучения в воздушно-десантных войсках в июне 1944 года прибыл на Карельский фронт. Под его командованием взвод успешно провел боевые действия во время Свирско-Педрозаводской наступительной операции советских войск. Его именем назвали улицу в городе Раменское. О фронте отец старался не вспоминать. Про Умара Хабекова рассказывал, потому что Умар Хабеков был его другом тут. Да, они вместе даже учились. Одним из счастливых дней в его жизни стало рождение внука Олега. С ним было все по-другому. И воспоминаниями о фронте охотно делился. Отчетливо помню, они десантировались. Убила командира. По званию, получается, он был самый старший. Он возглавил. Смертники были прикованные прям цепями. Фильм был такой, кукушка назывался. Там хорошо описывается, как это выглядит. Те, у которых мы находили, говорят, еще живыми, у которых патроны кончились, они просто в основном уже с ума сошли. История героическая длинная. Суть в том, что отважный гвардейц повел доверенную ему роту на опорный вражеский пункт в одном из районов Карелии. Задачи по его захвату бойцы справились на отлично. Затем Олег вспомнил еще один бой дедушки, из-за которого сильно пострадало здоровье. Тогда изрешетили весь его плащ. 72 осколка, я подхожу, а у него спина, вот такие какие-то шишки на спине, как жировики. Оказывается, это осколки с войны. Позитивные и остроумные высказывания, от которых не сдержать смех. Можно написать юмористическую книгу и даже снять фильм. Поделилась дочь Людмила, вспоминая об отце. Восвящаясь героем, с любопытством заглядываешь в выключенную жизнь. У него две дочери, а супруга Мурата Асхатовича, Валентина Платоновна, родом из Абхазии. Мама была прекрасной хозяйкой, вспоминает Людмила. Отношения с отцом были теплые, образцовые и не на показ. Потерю мужа сложно было пережить. Случилось это в 1987 году, и был это тот случай, когда мама показала свои чувства. Это, говорит, понимаете, это вот я всю жизнь, оказывается, прислонялась к стене, которая меня держала. Вот она рухнула, говорит, и я, и упала в обморок. Пережить боль помогали все. Дочери Людмила и Эмма, внук Олег. О главе семейства Мурати Карданове всегда вспоминают на семейных праздниках. Сохранились награды, фотографии. Бережно хранится память о нем. И все это передается из поколения в поколение. Альвина Ламкова, Алибастанов, Вести Карачао-Черкесия. На сегодняшний день граждане России имеют право приобретать оружие для самообороны, для занятия спортом и охотой. Статистика показывает, что желающих получить лицензию на приобретение оружия в Карачао-Черкесии стало больше, чем в прошлом году. В этом произошли изменения и в законодательствах. Об этом и не только на брифинге журналистам республиканских СМИ рассказал заместитель начальника управления, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Карачао-Черкесии полковник полиции Эдуард Чумаев. Алла Динаева подробнее. На сегодняшний день на территории Карачао-Черкесии около 21 тысячи людей, в пользовании которых имеется более 30 тысяч единиц различного вида оружия. Около 18 тысяч – это владельцы гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. А еще популярностью пользуются оружие огнестрельно-ограниченного поражения, как в народе называют это травматы. А охотничьи с нарезным стволом имеют более 5 тысяч жителей республики и наименьшей популярностью пользуются газовые револьверы и пистолеты. 11 месяцев текущего года за различные правонарушения, связанные с оборотом оружия, подразделениями лицензионно-разрешительной работы и также Министерством внутренних дел к административной ответственности привлекли более полутора тысяч владельцев оружия. Граждане России, имеющие в пользовании на законных основаниях оружие, должны четко соблюдать правила хранения и, конечно, его использования. А с 29 июня текущего года в силу вступил ряд изменений, и одно из них – то, что возраст, при котором можно приобретать гладкоствольное длинноствольное охотничье оружие, поменялся с 18 лет на 21 год. Далее не будет выдаваться лицензия на приобретение оружия. Лицам, которые были осуждены за совершение преступления, связанных с оборотом оружия. То есть он по жизни не может получить. Привлекался, осужден был, независимо от того, что эта судимость снята или погашена. То есть нарушил правила оборота оружия, незаконно хранил, и ты уже по жизни не можешь получать. Пожизненно не получат лицензию на приобретение оружия и лица, совершившие насильственные действия в отношении несовершеннолетних и совершившие два и более преступления. Кроме того, лица, совершившие преступления, особо тяжкие в отношении с применением оружия, тоже не могут получить лицензию на приобретение оружия. Кроме того, лица, совершившие административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрен административный арест, будут лишаться имеющихся лицензий. И в течение года те, которые имеют действующие административные, не получают. Не получают также лицензии лица, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Нами на постоянной основе ведется работа по выявлению лиц, у которых возникли обстоятельства, исключающие дальнейшее владение оружием, имеющееся разрешение аннулируется и оружие изымается. Сказал, завершая брифинг, заместитель руководителя Росгвардии Эдуард Чумаев. Аладинаева, Олимбастанов, Вести, Карачева, Черкисия. Родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через ближайшие отделения Почты России. Подробнее об этом рассказал военный комиссар Карачева-Черкесии Сергей Белобородов. Родственники могут направить письма, бандеролевить весом до 2 кг и посылки до 10 кг через отделение Почты России по адресам. Почтовый индекс, он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. В военных комиссариатах круглосуточно открыта горячая линия. На ваш вопрос ответят номер воинской части, где проходит родственник военную службу. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Окна в рассрочку. ОКОННЫЙ КОМБИНАТ. 8 938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Автоинспекторы Черкесска получили в распоряжение новый автоматизированный комплекс для фиксации нарушений. Полицейские Карачаево-Черкесии регулярно фиксируют большое количество нарушений, связанных с неправильной парковкой транспортных средств. Теперь у них появился помощник для более эффективной и оперативной работы в данном направлении. Автоинспекторы будут несколько раз проезжать через проблемные участки. После повторного объезда аппаратура зафиксирует припаркованную с нарушением автомашину и отправит фотографии на сервер. На сервер в кратчайшие сроки собственнику транспортного средства будет направлено так называемое письмо счастья. Мы сейчас наглядно покажем, как это работает. Мы проедем в одну сторону, машины зафиксируем. Возвращаемся на исходную. В дальнейшем через 5 минут едем еще раз. Транспортные средства повторные, которые зафиксировали, у нас в автоматическом режиме будет отправлять на сервер. Улица Кавказская, это панорама у нас. Вот он, транспорт, который стоит под знаком. Он фиксируется. Каждую машину он автоматически фотографирует. В картинной галерее Черкеска открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Муслима Богачева, Ларисы Чумаевой, а также их детей Умара и Алины. Что вдохновляет мастеров искусства для занятия творчеством, какую технику они используют и направление в работе? Смотрите в репортаже Альбины Ламковой. Тема работ на представленной семейной выставке мастеров декоративно-прикладного искусства разнообразна. Необычные картины на коже завораживают представленным сюжетом на них. И непременно возникает желание примерить национальное карачаевское платье золотошвейной отделкой женские платки и шапочки. Художник и педагог Лариса Чумаева с детства любит вышивать. Со временем хобби переросло в профессиональное дело. Лариса освоила шитьё национальных костюмов, занялась изготовлением войлочных изделий и росписью на коже. В большей части в сюжетах её картин – природа Корчаева-Черкесии, горы Домбая, Тиберды. Сейчас в её творческой копилке десятки работ. Освоив новую технику, Лариса создаёт декоративные картины масляными красками на шкурах. Муж Ларисы, Муслим Богачёв, работает с деревом, оформляет картины, а ещё делает мебель из корнепластика. Идеи жены всегда поддерживает. А как иначе, вместе они занимаются любимым делом. Муслим поделился, что кто-то ходит на охоту в лес, а он за корягами, преобразуя их в прекрасное изделие. С детства тоже я дерево люблю. В детстве я умудрался делать качественные луки, продавать их. Ученики есть у меня. Дети Муслима и Ларисы всё чаще стали проявлять интерес к занятию творчеством. Сын Умар учится у отца выжигать по дереву. А ещё помогает оформлять рамы на картинах из шкур. А дочь Амина занимается росписью по ткани и обучается мастерству плетения из войлока. Сначала с Умаром начали рисовать. Потом я начала шить. Потом последняя моя работа была войлочная изделие «Бичкен Киис». Мой пазл. Я люблю лепить всякие фигурки, рисовать и спортом заниматься. Одна семья и четыре взгляда на своё видение в искусстве даёт хорошие результаты. Тандем выставки богачёвых, родителей и их детей получился колоритным, многоликим и впечатляющим для гостей. Работы веют теплом и продолжением национальных традиций с одной стороны, а с другой – современностью. Её вносят дети. Мы приехали из Карачаевска, чтобы посетить эту выставку. Хочется отметить уникальность каждой работы, неповторимость. Картины не повторяются. Очень красивые, интересные. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков. Вести Карчаево-Чекесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Тайны следствия». Продолжение следует...